здравствуйте дорогие друзья хватит болеть вставай на лыжи мне пишут на лыжи пока еще нет потому что снег сильно подтаял такой везде гололед у нас во дворе просто каток вот но очень я запоздала с украшением двора просто сильно ну так вот болезнь одна за одной как-то не было даже настроение сейчас не могу сказать что еще сто процентов поправилась но надо надо все-таки украсить игрушек уже посмотрите сколько уже игрушек три коробки даже только для украшения двора дома тоже ну кое-что украсила но елку еще не ставила на этой неделе вот у меня такое дело не на этой неделе а буквально сегодня завтра должна все украсить ну как-то создать себе своим детям и внукам радостное настроение одним словом начинаю украшать двор со двора дом перейдут чуть позже благо погода не морозная правда пронизывающий ветер тоже не очень хорошо ничего оделись потеплее и начинаю украшалки и и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну вот и окна преобразились. И на это на все у меня ушло ровно 5 минут. Осенний декор плавно перешел в ярко-зимний. Правда же? А еще бы снежком припорошила. Ну как это было прошлые годы, будет совсем хорошо. Вот такая композиция. И с той стороны из дома хорошо видно. И с этой снежинки я наклеила. Это моя такая подписчица Светлана. Мне презентовала вырубки снежинок. Я их наклеила на обыкновенное мыло. То есть они очень легко снимутся. Помою окошко и все. Так получилось нежно со снежинками. Вот. На одном и на другом окне. Ну и ярко на подоконнике. А теперь это еще далеко не все. Мне нужно украсить этот колодец. В прошлом году, дорогие друзья, кто со мной? Наверное, вспомните, сколько здесь было снега. Во всяком случае, когда я вот здесь вот делаю, сейчас увидите, буду делать такую же гирлянду, как на этой арке. Вот. Я просто сидела на попе на снегу и вешала. То есть снега было ровно по половину этого колодца. Вот такие были в прошлом году сугробы. А в этом придется... Ну, я достану, конечно. Ну, то есть разница огромная. Ну и хорошо. Я не хочу, чтобы было снега, как в прошлом году. Это какое-то убийство для здоровья. Ну и так начинаю украшать здесь. Вот, дорогие девочки, хочу вам показать, как служат пластиковые крышки. Недавно я вам и на телеграм-канале, да, на телеграм-канале, и на дзен-канале рассказывала, как можно с помощью пластиковой крышки от сметаны, очень легко и просто закрыть любую банку стеклянную. Ну, это такой лайфхак, да, как использовать. А кто не видел, из пластиковых крышек я сделала уже третий год подряд вот сюда вот украшения. Легко делать, очень просто. И посмотрите, как они служат. Вот такие пластиковые крышки две. Видите, между ними картонка с изображением, ну, каких-то новогодних. Здесь что-то три птицы прям заподряд нафисовались. Птички я люблю, поэтому вот тут много делала их. Видите, немножко тут тренировалась, расписывала между ними кружево или просто бусинки. Вон какие птички. Прекрасный мишка. Вот, смотрите. И тут птички. Прелестные птички. Там даже блески сыпала. Ну, в общем, есть полный мастер-класс. Ну, для сада-огорода, для поделок в детский сад. Куда-то на вот такие елки. Просто игрушки сейчас тоже недешево стоят. А здесь, посмотрите, как хорошо они будут сейчас на ветру кружиться. И если солнечный день, от них от всех идут блески такие. Вот, так что все здорово. Посмотрите, дорогие друзья, как я украсила стену. Сейчас подойдем поближе. Ну, то есть этот забор, он, в принципе-то, и не виден, да? На котором растут клематисы, розы, ну и так далее, который нужен был для того, чтобы отгородить зону сада от зоны огорода. Кто-то мне прислал вот такие снежинки, как наполнитель посылки. Наверное, кто-то сейчас сам себя узнает. Напишите, пожалуйста. Честно забыла. Знаю точно, что была посылка. И вот эти вот снежинки, они вот такие мягонькие, посмотрите, из поролона, были в них как наполнителем. Вот я их вытащила, сложила, они у меня ждали своего часа. Ну, думаю, как же, куда же их прилепить? И вот на обычные канцелярские скрепки прилепила к этому забору. И теперь, когда ветерок, они немножко трепещутся, но мне кажется, что очень по-новогоднему. Еще в этом году украсила вот здесь вот малую арочку. Ну, такой вот чуть-чуть-чуть, потому что будем беседке что-нибудь обязательно делать. Ну, там шашлык, машлык, какое-нибудь мясо, поэтому пусть будет тоже вход в беседку немного украшен. В этом году не стала там украшать окна. В прошлом году сильнее все украшала. Ну, как-то вот так вот чуть-чуть обозначила. Ну, еще, дорогие друзья, осталось нарядить вот эту елку, на которой я уже гирлянду повесила, а игрушек на ней было мало. Меня тут насмешил Борисыч. Он поехал в магазин и купил, в день энергетика он поехал, и купил вот такие шары. Посмотрите, как будто бы в магазине других шаров не было. Вот просто желтые шары. Ну, что-то тут написано. Сейчас я их открою, посмотрю. Вот такие энергетические, как я назвала, шарики. Не блестящие, не красные, а просто желтые. Поэтому у нас будет желто-золотая елка. Ну, вот немного золотых шаров я сюда повесила. Слишком много тоже не хочу вешать. Ветром все это раздувает, мишуру. Ну, в общем, не очень хорошо, когда елка... Вот почему свою большую елку, вот настоящую свою вот там. Видите, я не наряжаю, очень трудно наряжать, а еще труднее снимать с нее игрушки. Она такая колкая, невозможно. Поэтому у нас вот здесь вот такая елочка. Сын принес такую елочку с работы и будет с желтыми шарами. Ну, и так я наряжаю елку. Смотрите, шарики. С Новым годом и счастья. Вот такие вот энергетические. А еще есть не только счастье, еще есть удач. Ну, вот не сильно много, а так чуть-чуть все-таки елочку я тоже украсила. Ну, там гирлянда будет светить с зелеными и синими огоньками. Ну, и с желтым, я думаю, хорошо все будет. Итак, раз, два, три. Елочка, гори! Не получилось. Надо вызывать подмогу. Ну, и так сегодня вызвала подмогу. Александру. Ну, давай, Александра. Раз, два, три. Елочка, гори! Не горит, потому что ты в ладоши не хлопнула. Ну-ка, снова. Раз, два, три. Елочка, гори! О-о-о-о! Ого себе! Вот так она горит, наша елочка. Видишь, бабушка, шарики сегодня желтенькие. Да. А? Нормально? Да. А давай еще фонарики другие зажгем. Раз, три. Фонарик, гори! О-о-о! Ничего себе ты волшебница сегодня! А? Александра. Вот это да! Раз, два, три. Все зажгли. Все. Мы молодцы. Надо. Не молодцы. Мы молодцы. を Memorial! Редактор субтитров. Я наделал огощ scout, illа перчащ Hooщетос субтитров. What about you? Что-то лайк? Многою trzeк. Что-то. 글ефц Веснана Лагуля-сно, خ carange у нас. Продолжение следует...